Приветствую вас! Я бы не хотел сделать каких-то таких скорых выводов основываясь только на вашем тексте который вы задаете, который вы пишете, точнее. Вот. Но исходя из того, что вы написали, я могу предположить, что у вас достаточно серьезная, сильная идет привязка к людям. Окружающих вас. То есть вы во всем полагаетесь на других людей. Вы пытаетесь слиться с ними. Из-за этого у вас, значит, нервный срыв происходит, когда родители разводятся и не обращают никакого внимания на вас. из-за этого вы уступаете в отношения с вашим молодым человеком, который для вас, по сути, становится спасителем. То есть, обратите внимание, да, это именно спаситель. Это не партнер. Это не равноправный человек. Это, по сути, тоже родитель. Отец. По сути. и именно желание слиться с другим человеком и только через это почувствовать себя в безопасности, почувствовать себя хорошо и ведет ко всем тем проблемам, которые вы испытывают себя. Психология называется отсутствие личных границ. Вот. Что-то нет, нет четкого разграничения, где я, да, где я, где, вот, собственно, другой человек. Нет четкого разграничения, между тем, где мои чувства, где чувства другого человека, за что я ответственен, за что ответственен, а другой человек. Вот. Ну и так далее. Вот этого нет ничего у вас. Понимаете? понимаете? И именно поэтому, именно поэтому, я бы вот и сказал бы, что есть проблема, то есть проблема в личных границах, ваших, ну, проблема именно в ваших синхронизах, с другими людьми. И вот это, то, что в первую очередь нужно прорабатывать. Что это, установка личных границ. Вот. Это первое, что нужно. Первое, и, наверное, даже, главное, ну, пока единственное, то, что я обижу. Вот. То есть, понятно, что вы, скорее всего, боитесь одиночества. Вот. Это понятно. Понятно, что вы не доверяете себе. Ну, ну, скорее всего, да, вот, прям, скорее всего, вы себе не доверяете. Вот. Но это ничего не меняет. если, 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 у вас, действительно, нет, личных границ, вот это серьезная проблема. вот. И вам, именно на это, в первую очередь, нужно обратить внимание. на это, в первую очередь, если, если, доверять, если, вы будете, доверять, своим чувствам, да, свои эмоции, что я полагаю, что вам будет легче. Вот прям, гораздо, гораздо, гораздо будет легче. Ну это определенная работа просто, над собой, если вы готовы ее проводить, да, то, соответственно, я и мои коллеги готовы вам в этом помочь. Если нет, то, соответственно, нет. То есть никакой болезни я вот не считаю. Ну если вы про болезни говорите, да, то я не считал, что у вас есть какая-то болезнь, именно болезнь. Ага, про личные границы можно почитать у Таунфенда, барьеры, но лучше, конечно, все-таки с этим работать. Тут можно много говорить, да, тут можно просто брать и работать. Вот. То есть где вы, вот где вы, где другие люди? Почему у вас был нервный цепь для того, чтобы развелись родители? Ну да, это неприятно, да, это ничего хорошего там нет. Но почему? Ну вот, серьезно. Если родители развелись, значит, ну, на это были причины. Если родители развелись, значит, наверное, у них все-таки, ну, у них все-таки есть потребность в том, чтобы быть счастливым. счастливым, счастливым. Вот. Понимаете? Вот, я думаю, что так можно вам ответить на ваш вопрос. Смотрите, а вы пишите, значит, так, из-за отвода родителей и неоднократного поведения мать. То есть это именно мама, а, видимо, не, значит, значит, ну, ну, возможно, 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 возможно. Мама сформировала у вас отсутствие таких личных гранит, вот. Соответственно, может быть, с мамой и нужно в первую очередь работать. Вот. Вот что-то я хотел вам сказать. Ну и, конечно, молодым человекам нужно тоже отношения корректировать. Вот. Чтобы, ну, все-таки, все-таки не использовать его как щит. Щит. Вот. 17. Теперь я думаю, что здесь вот так обязательно нужно тоже строить отношения на более взрослом уровне. Вот. Ну вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Давайте я сейчас еще раз почитаю. Так, значит, постоянная тревога. Тревога – это сигнал о чувствах, о желаниях, которые вы в себя подавляете. Да, паранойя. Паранойя. Паранойя – это состояние, которое у вас есть, это тоже очень… очень… эм… 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 такой… аспект, да. эм… 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 может… эм… с одной стороны. С одной стороны. Паранойя – это, безусловно, эм… что-то нерациональное. да. Но… с другой стороны… с другой стороны. У паранойи всегда есть… эм… 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 у этого есть, и рациональное верно. А вот. Понимаете? Кайфтор. Очень важно понять, в чем она заключается, рациональная страна. Вот. То есть, в чем конкретно. Понимаете? Определить это нужно. И соответственно, уже после этого скорректировать свое поведение. То есть, нужно принять тот факт, что у паранойи есть верная истина. Вот. Вот это все. Это то, что вам нужно понять. Это то, что вам я могу сказать сейчас. В паранойи то есть, может, доверием паранойи, как и доверием к себе. Можно и нужно работать. Вот. Вот и всё. Вот так, эм, я думаю, можно вам ответить на вас. Вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.